Скандал в американской разведке. Конгресс впервые после прихода Трампа к власти готовится провалить утверждение топ-чиновника, которого так хочет назначить президент. Причем речь ни много ни мало о главе ЦРУ. Дмитрий Анопченко знает все детали. Это улыбчивая женщина Джина Хаспелл. Уходя из ЦРУ на работу в госдеп, Майк Помпео оставил ее вместо себя руководить разведкой. Мол, большой профессионал, 33 года в этом ведомстве. Хаспелл и Трампу приглянулась. Дескать, наконец-то будет первая в истории женщина во главе ЦРУ. Вот только для ее назначения нужно согласие Конгресса, а там против. В Сенате кандидатуру Хаспелл должны рассмотреть 9 мая. И многие конгрессмены уже сейчас заявили, мол, намерены это голосование провалить. Ведь агентство Associated Press опубликовало серьезное расследование, обвинив чиновницу в причастности к пыткам заключенных. А 100 бывших военных направили законодателям открытое письмо, призывая назначить кого угодно, только не ее. Резонанс такой, что Хаспелл свою кандидатуру решила снять. Вашингтон-Пост выяснила. В конце прошлой недели, приехав в Белый дом, чиновница заявила, лучше не рисковать. Открытые слушания в Конгрессе могут разрушить как ее личную репутацию, так и репутацию разведки в целом. И вернулась к себе в офис. Ошеломленным советникам Трампа и даже его пресс-секретарю пришлось срочно к ней ехать, упрашивать, передумать. И уговоры длились все выходные. Дональд Трамп сегодня даже твит написал. Победу Джинни. Дескать, ее критикуют исключительно за жесткость к террористам. Хотел поддержать, но по сути только хуже сделал. Ведь только еще больше разозлил Конгресс. И сейчас, впервые после прихода новой администрации к власти, возникла ситуация, когда кандидата на высший государственный пост, предложенного Трампом, конгрессмены могут провалить из принципа. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.